Хоп-хоп! Сейчас начнется! Сейчас! Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби. Да вообще, это мой любимый каст за последнее кино, которое я видел. Но давайте разбираться по порядку. Всем привет! Меня зовут Андрей, вы на канале Давай Как Есть. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите наши видео. А? Как я вошел-то? О-о-о! Сегодня я сходил на Однажды в Голливуде, опоздал всего на месяц. Это моя темовая фишка, опоздать на месяц с хайповым фильмом. Хотя можно было и на предпоказ пойти, но я пошел как пошел. Очередной фильм Тарантино, который погружает нас в события 60-х годов, которые так или иначе были в реальной жизни, но они приправлены соусом его видения. Что странно забросается в глаза? Антураж вокруг просто потрясающий. Все тачки, я не знаю, звуки, да и актеры одеты, и двигаются они, постоянно курят. Я не знаю, я наслаждался каждые минуты. Я никогда не был в том времени, но мне очень симпатизирует то время. Симпатизирует? Перешел на французский. Однажды в Голливуде. Неоднозначная картина. Если ты ничего не знаешь о событиях того времени, совершенно нихрена не понятно. Но можно, в принципе, и понять то, что Тарантино снимает для американцев, а они знают события того времени. Но мы не американцы, и нам очень сложно воспринимать это. Поэтому нужен небольшой буклет для того, что ты хочешь посмотреть этот фильм. Ты должен знать, кто такой Чарли Мэнсон. Красивая фотка. Так, это, в общем-то, и даже толком и не маньяк, а просто психопат, который жил в те же времена, когда и снят этот фильм. Я вообще не буду касаться сюжета, потому что его пересказывать нет смысла. Это просто крутой Тарантинский фильм с отличными диалогами, как и раньше. И понять то, что это Тарантинский фильм, можно по диалогу с собакой, блин. Вот на этот раз Квентин просто дал жару. Он выдал такую классную беседу с собакой, с Брэдом Питом, что ты просто офигеть думаешь. У людей вот, ну, два хороших актера иногда несут какую-то херобору. А тут он сообщается с собакой, и ты такой, да, да, крутой диалог, очень крутой диалог. И собака, главное, отвечает, блин, очень так в попад. В целом могу сказать то, что этот фильм о том, что актеры периодически выходят из моды и так далее. И на фоне этого показ Марго Робби в качестве Умы Турман у меня напрашивался сам собой. Я смотрел и думал, ах ты старый развратник, ты же вроде уже женат. А музу поменял, и там прям видно, что поменял. Если раньше мы смотрели и видели в каждом кадре Умы Турман, которая такая вся, она, ну, она же Ума Турман, она же независимая. Она такая, ммм. Тут вот Марго Робби такая, ммм. Ну, не знаю, насколько я изобразил Марго Робби, но она теперь его муза, это прям, ну, это бросается в глаза. Прям видно, с какой любовью и точности он вот передает все ее эмоции. Игра актеров, что Брэд Питт, что Ди Каприо, просто великолепно. Ди Каприо, опять же, я не знаю, я теперь знаю, мой любимый момент, что делает Ди Каприо, это вот это. Вот это вот мой любимый его момент. Когда у него здесь морщина, это значит, он в максимуме своей актерской игры. И он сейчас выдает жар, и ты прям чувствуешь. Особенно мне нравится, когда в фильме снимает фильм, и он типа в фильме переодевается в актера. Это очень круто, это двойное такое дно. Не знаю, мне вот как любитель кино доставило огромное удовольствие. Во-во, мне понравилась мысль, которую я придумал. Тарантино не снимает кино, он играется с кино. И это чувствуется, он прям, вот каждый кадр, ты такой думаешь, ну, должен быть главный герой. А он такой, ни хрена, покажу не главного героя. И это очень круто. То, как он вот обращается с кино, мне очень понравилось. И это же его и сценарий, он написал к этому сценарий. Вот со сценарием я не соглашусь. Ну и, конечно, в такой знаковой картине без минусов не обошлось. Во-первых, закадровый текст. Да, 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 я знаю, что это отголосок того, что это типа а-ля вестерн. Ну, там попутно в фильмах всегда идут вестернные темы. И там был закадровый голос. Измождённый стрелок медленно ступал по таверне. Многие мили пути брали своё. Это кто сейчас сказал? Я понимаю, что это к этому. Но, на мой взгляд, смотрелось инородно. Особенно, когда просто показывают лица главных персонажей. Это уж... Ну, нет, ну, блин, это отсылка к их культуре. Мне непонятно. Так что это лично мой русский косяк, скажем так. Просто я полностью не знаю культуру ковбойского кино. И я не могу её оценить как крутость. Мне показалось, что это дебилизм. Так, сцена постановки. Там есть косяки с постановкой. Что меня вообще удивило. Сцена с Брюсом Ли. Где они, типа, устроили а-ля Драку. Извините, там их смотрело человек 20. А когда они начали дрались, все исчезли. Все. Я думаю, нифига себе. Это как такое вообще возможно? Ну, может быть, это, конечно, сценарный замысел. Потому что, типа, это воспоминания. Но, опять же, Драка с Брюсом Ли. Я не знал Брюса Ли. И, на мой взгляд, он всё-таки по-другому выглядит. Он же действительно мастер боевых искусств. Он действительно хорошо упражнался в Винчуне и много дрался. Я не думаю, что обычный, ну, бывший военный может вот так ему давать отпор, как будто он просто балабол. Да, он там рассуждает на тему Касси. Ну, это же взгляд Тарантино. Типа, в его версии Брюс Ли балабол. На мой взгляд, не согласен. Не совсем согласен. Всё-таки он крутой чувак был. Ну, и главный минус для меня стало то, что я изучил всё, что потребовалось изучить про Чарли Мэнсона и про всю эту ситуацию. И я вообще не понимаю, нахрена нужны такие вот концовки. Если кто-то в комментариях мне объяснит, что это классно, если кто-то мне скажет, что очень сильно переживал за семью Поланский, то я скажу, я тоже переживал за семью Поланский. Но если так случилось, если это основная часть этой истории, вокруг которой весь сюжет развивается. Да, я понимаю, что главные персонажи, они, как бы, типа, отдельно. Но в целом, всё происходит именно в то время, именно те события. Вы вообще, почитайте Википедию про Мэнсона. Он, конечно, человек говно, маньяк и псих. Но, блин, скучной жизни он не жил. Там есть что снять. Как можно было всё это, ну, во-первых, поменять местами, всё как бы изговнять. Ну, на мой взгляд, изговнять. Я не знаю. Ну, конечно, это рукомастер. Я обожаю Тарантино. Но зачем нужно было вот это вот делать около этого фильма? Снял бы вообще отдельно, абсолютно, ну, другую картину. Вы почитайте историю Мэнсона. Блин, этот чувак, я вкратце объясню то, что он хотел. Он считал, что будет судный день, в котором все чёрные восстанут и начнут убивать белых. И останутся в живых только его семья, так называемая. Который был его вот этот вот кружок по интересам. И когда все чёрные убьют всех белых, они такие, а что же нам дальше делать? Мы же только умеем убивать. И тут он воскресает со своей семьёй. Воскресает, в смысле, выходит из подполья. И начинает управлять всем чёрным стадом. Это вот идея этого человека, да? А в фильме его, ну, совсем не касалось то, что произошло в реальной жизни. Я лично считаю, что если уж назвал такие имена, которые все знают, ну, плюс-минус все знают, то, будь добр, расскажи историю, ну, более реальную. Я понимаю, что он уже один раз пробовал с Гитлером так сделал, и мне с Гитлером зашло. Но второй раз вот эту параллельную вселенную, я не знаю, мне не понравилось. Если кто-то скажет, что что, дебил, это лучше это, ну, возможно, для тебя. Мне кажется, что не стоило вообще так делать. Да и, честно говоря, мне кажется, фильм не совсем даже ровно смонтирован. Потому что первые две трети фильма, они сделаны целиком и хороши, и они одна за другой. Но история, как Ди Каприо отправился в Италию, она просто уже такая, типа, блин, да мне уже неинтересно, о чем вообще речь? И главное, что она такая хэппи-эндовая, такая голливудская, конец такой приторный, что, типа, ну, на фоне, вот Ди Каприо хотел добиться какой-то цели, и только в конце, путем преодоления себя, он добился цели. Но в реальности, блин, не так было. Совсем. Причем, я даже не знаю, как докапываться до того, что, ну, типа, там не то, что не точно, там вообще по-другому. Я вот этого не понимаю. Ну, это как сказать, что, не знаю, на втором сроке победил не Путин, а кто-то другой человек. Ну, такого же не было, но это же совсем неправда. Чего я сегодня про Путина? Давай кто-нибудь другой у меня пускай победил. Не знаю, кто мог победить. Ну, хорошо, Путин, но как бы, ну, ну, это же совсем неправда, правильно? Если вот так. Я не понимаю, зачем это надо, не знаю. Вот с Гитлером зашло, с Мэнсоном не зашло, не знаю. Все равно, чтобы прочекатило снять, а его на древнем убийстве поймали, арестовали и посадили в тюрьму. Или наоборот, он убивал бесконечно долго. Ну, а нафига? Нафига это нужно? Я просто замысел, может быть, не улавливаю. Может быть, кто-то понимает лучше, но я замысел не уловил. В какие-то моменты путешествия, возвращение, точнее, Ди Каприо на родину, мне было вообще неинтересно. Ну, а концовка, опять же, потому что я готовился и знал весь вот этот вот материал, что нужно знать, концовка меня, естественно, удивила, потому что она вообще нахрен другая. То есть там 90% так и 10% вот, ну, не так вообще. Брэд Питт неподражаемый красавчик, классный. Финальная сцена, трешняк, кровь, ну, прикольно. Но, опять же, мне, как человека... Короче, для тех, кто не знает эту историю, очень сложно посмотреть эту историю, потому что нихрена не понятно, вообще непонятно, кто что происходит. Даже есть же люди, которые вообще не знают, какой Чарли Мэнсон, не то что... Так его целиком там ни разу не называют, он там просто Чарли. Да, по 6,5-малльной шкале я оставлю этому фильму. Блин, да все равно 4 балла, все равно это Тарантино, все равно смотрится круто, но... Ну, блин, ну нет, ну ты... Да не будешь ты пересматривать этот фильм, разве что будешь просто охреневать от Фейспалма, потому что ты уже точно знаешь историю. Уж после фильма ты точно прочтешь все, что можно прочесть. Ну, поэтому... 4 балла, потому что я люблю Тарантино, и потому что картинка сочнейшая. Все очень сочно, прям все. Некоторые сцены, опять же, вот как он любит, они лишние, типа, ну они не нужны для повествования, но они клевые. Ты вот такой вау! Особенно игра вот этого Ди Каприо. Ди Каприо вообще шикарен, когда он вот это вот... Мне очень нравится, я не знаю, я обожаю его, он там очень крутой. И хотя мне вот еще в какой-то момент хотелось, а почему не наоборот? Почему не Ди Каприо, это вот каскадер, а главный герой это Брэд Питт? Я думаю, было бы тоже очень круто, если... Причем, хотелось бы посмотреть какие-то, знаешь, закадровые такие штуки, типа, наверняка они так пробовали, угорали, потому что они там якобы близнецы, ну, типа одинаковые. Ну, конечно, они не совсем одинаковые. Ну, просто Брэд Питт я, конечно, да, крайне уважаю. Наверное, я его больше люблю просто, я полюбил его раньше, во, вот так. Мне тут сказали не употреблять слевую любовь, она типа такая глубокая, емкая, нельзя так говорить, любовь, типа ты же его, типа, не любишь, ты же за него не умрешь. Ну, хорошо, я испытываю симпатию к Брэду Питту больше, чем симпатию к Ди Каприо. Хотя, конечно, последний работаю у Ди Каприо намного сильнее, тут никакого спора нет. Зачем нужен был Аль Пачино тоже, вот я не понял. Ну, нахрен он там нужен, да, он клевый, но он ничего не сделал. Майкл Мэтсон в качестве отсылки тоже немножко доставил, но вообще мне захотелось досмотреть вестерн, который он снимался, но его не показали, да, потому что там типа вся ситуация, рука, а? Так, в целом. Все, оставляю вам это видео на растерзание в комментариях, если, надеюсь, разразится народ, потому что, ну, может быть, действительно это величайшее творение, которое я в очередной раз не разглядел, но, на мой взгляд, конечно, фильм, ну, средняк, хоть и по моей школе он получил выше среднего, но это средняк. Пересматривать я его вряд ли буду. А всем спасибо, с вами был Андрей, канал Давай Как Есть, у нас уже почти, почти 550 человек, а это же почти 1000, да? Это уже, блин, масштаб. Кто подписываетесь, я вас ненавижу, вот, кто подписываетесь, я вас обожаю, я вас люблю, вы у меня, я не знаю, хочется какой-то чем-нибудь. А вот интересно, если я буду время от времени еще записывать ролики, которые к кино не относятся, а просто в целом нормально пойдет, там, ну, если кто что, напишите, там, какие-то лайки, потому что иногда хочешь что-то высказать и думаешь, ну, это же, типа, не о кино. Че я, я вот, ну, хотел бы высказать, а это не о кино. Че я должен, я че, должен еще канал какой-то создавать или еще? Это же вроде нет, это же свободная платформа, это же YouTube, тут пока можно делать, че хочешь. Вообще, че хочешь. Че хочешь. Не знаю, надолго ли, но пока так. Пока. А спонсор сегодняшнего видео это вот эти крутые майки. Ссылка на их сайт будет в описании. И мой промокод, естественно, никакой, потому что у меня нет никакой договоренности. Но чуваки делают крутые майки, поэтому, если хотите, они даже недорогие. Выглядят круто. Видите, тут Москва, у них еще есть Россия, мир, Европа, там куча всего. Почти все майки.ру. Все нормальные блогеры должны рекламировать все майки.ру, но я пока рекламирую, ребят. Брэд Питт. Точнее, просто Брэд Питт. Что его забыл? Ди Каприо. Да. Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, ну и Марго Робби, да еще куча звезд. Брэд Питт. Марго Робби. Леонардо Ди Каприо. Да, да, да. Сейчас.